Самое дорогое болото. Так жители Бора называют многострадальное Мухинское озеро в центре города. Я напомню, в прошлом году люди проголосовали за его благоустройство, но что-то пошло не так. Власти Бора зачем-то решили передвинуть водоем на 15 метров в сторону. Сдвинули, благоустроили, но, видимо, нарушили систему родников и грунтовых вод, и 15 миллионов рублей, выделенных на благоустройство, высохли вместе с водой. Жители забили тревогу, и областные власти наказали Борским срочно сделать проект по спасению озера. Решение было найдено. Выстелить дно водоема водонепроницаемой пленкой и залить резервуар водопроводной водичкой. Спустя три недели стоячая вода зацвела и завоняла. Озеро превратилось в болото. Вот мы и находимся на том месте, где утки плавали, рыбу ловили и в свое время даже купались. То есть вода здесь наполнялась естественным способом. Что мы видим сейчас, что нам сделали, да? То есть все, что естественным образом было сформировано, закопали. У нас остался вот этот бассейн. Вода стоячая, да, то есть все, оно дно полностью проложено пленкой. Это полный идиотизм называется. Полный идиотизм, больше по-другому никак. Было нормальное озеро. Историю. Вот они, считай, похерили историю вообще. Я вот училась в четвертой школе, когда здесь ничего не было, а было Мухинское озеро. И мне было приятно. И я вот еще с детьми здесь ходила вдоль тропы, где были ивы, самоочищающиеся озеро. Мне было. А сейчас я вот, видите, иду, вот это лужа, которая вот мне неприятна. Ну, мы слышим, что лягушки не квакают, да, наверное, их надо сюда просто, как сказать, возможно, с чайками занесут через некоторое время. Возможно, сами появятся. Вот. Ну, болото, то есть если кто-то говорит, что раньше оно было болото, да, заболоченный объект, безусловно. И сейчас он превращается в тот же заболоченный объект. То есть, ну, мы просто выменяли одно на другое, сделали вот какие-то дорожки по периметру за очень большие бюджетные деньги. Это что, так сложно? Люди в огородах копают, бассейны себе делают, озера выкапывают с рыбой, с птицами, утки прилетают. Прямо во двора частных домов. Здесь за бюджетные деньги, за хорошие деньги. Выделено было 15 миллионов, даже с лишним там плюсом. Вот. И что мы имеем по факту? Нет больше озера Мухинского. Есть вот это вот болотино. Пускай не позорятся, засыпают и заново возрождают, если это возможно. Начали за здравие, закончили за упокой. Когда дальше, еще хуже будет. Все люди только махают, плюют и вообще ужас говорят. Глаза бы не глядели. Борские власти говорят, что не понимают возмущения жителей. Они делали все, как им было велено. Спасали озеро. И занимаются этим сейчас. Отдали пробы воды и тины в лабораторию. Отобраны пробы. Аккредитованные лаборатории, которые даст заключение в течение двух-трех дней. После этого мы будем действовать дальше, согласно тех рекомендаций, которые даст лаборатория. Ну, а что людей не устраивает результат? Мы сделали все, как полагается, по просьбе трудящихся. Сделали как раз все, что они говорили. Мы же проводили голосование по данной территории. Она выбрана была, поэтому мы и действуем, исходя из пожеланий большинства жителей. Что людей не устраивает? Бросить на полпути и оставить все, как было? Если жители скажут оставить в таком виде, ну, наверное, придется оставить. Если они скажут, давайте дальше благоустраивать, будем дальше благоустраивать. Кстати, уже сегодня спасать озеро приехали настоящие профессиональные спасатели, сотрудники МЧС. Они на лодке и с сачками вылавливали с поверхности воды тину. Зачем? Непонятно. Видимо, из эстетических соображений. Субтитры создавал DimaTorzok